Добрый вечер! Эфир телеканала Рико ТВ продолжает программа «Город сегодня». Желаем вам хорошего настроения в этот прекрасный вечер. Программа «Город сегодня» о городе и про город. И сегодня мы пригласили в гости одного человека, с которым я вас познакомлю через несколько секунд. В нашем городе действительно приятно находиться, но все зависит от нас самих. Сегодня в нашу студию мы пригласили Акима района Астана, города Ак-Тюбе. Это Мамархалим Доскулович Ак-Кагазов. Добрый вечер! Сегодня обсудим темы, но хотелось бы узнать. В районе Астана большую часть составляют жилые массивы. Это Юго-Запад, Жанаконос и прочие. С какими вообще проблемами жители обращаются непосредственно к вам? По нашим районам вообще на сегодняшний день живет 320 тысяч человек. И не считая центральной частью города, имеется 20 жилых массив. И по этим жилым массивам на сегодняшний день из 20 жилых массивов в 12 полностью обеспечены инфраструктурой и жизнедеятельность населения нормальной. Но по 8 жилых массивах у нас на сегодняшний день есть несколько вопросов, некоторые вопросы, которые требуют решения. Ну вот смотрите, Юго-Запад дальше, Жанаконос, еще какие относятся? Юго-Запад, Жанаконос, Жанаконос, 5 населенных жилых массивов, Жанаконос, 5 жилых массивов, Баур-Ластар, Думан, Парасад. И вот этот, кроме этого, Крашасай и остальные также жилых массивы людей. Всего проживающие в жилых массивах около 100 тысяч человек в будущем будут жить там на этом. На сегодняшний день вот по 8 жилым массивам у нас обеспечение газификации, электроэнергии и питьевой водой, а также дорогами, это очень проблемные вопросы есть. Но это жилые массивы были выданы в 2017 году, начиная с 2017 года. Вот за этот период, в соответствии с решением областного Акима, решением Акима города, много вопросов на сегодняшний день решается. И в ближайшее время, я думаю, что завершится. Ну вот основная проблема вот этих вот районов в чем состоит? Вот вы сказали. Ну, на сегодняшний день... Самая основная. Основной вопрос обеспечения электроэнергии, газификации, питьевой водой и дорогой. Вот это проблемный вопрос. Все вопросы отсюда начинаются. Вот на днях вы проводили выездную встречу, там были тоже подобные вопросы? Да, поэтому я проводил выездную встречу по жилым массивам Жан-Конс 3, 4, 5. На сегодняшний день по жилым массивам Жан-Конс обеспечения электроэнергии и газификации полностью можно считать, что 100% завершено. По жилым массивам Жан-Конс 4 есть проблемные вопросы обеспечения газификации. Но на сегодняшний день, до конца года, планируем мы эту работу завершить, завершить. На это мы все силы туда тратим сейчас на сегодняшний день полностью. Я считаю, что до конца отопительного сезона этот вопрос тоже планируем решить. Вот помимо газификации, да, что еще, какие вопросы задают жители? Консификация полностью завершена, но этот основной сейчас требует питьевой водой и дорогу. Но этот вопрос, я думаю, что в ближайшее время тоже решится, но, соответственно, конечно, требует время и это средства. Ну вот конкретно, если задавать вопрос, сколько по времени это займет, ваше предположение? Моим предложением это в 2024 году это полностью. То есть два года для того, чтобы как-то решить проблему. Ну, на сегодняшний день полностью завершены разведывательные работы. И планируется работа с индообеспечением магистральных водоснабжений от кундукторского водозабора до города Ктебе. Работа проводится на сегодняшний день. Ну, в дальнейшем будет это по обеспечению жилого массива питьевой водой. Вы часто контактируете с жителями районов? Ну, соответственно, поручение президента, мы ежеквартально проводим встречу с населением. Тогда все вопросы мы там обсуждаем, конечно, мы необходимые, какую-то информацию есть, берем. И это планируем в течение вот этого периода, квартала, мы планируем какие-то вопросы, может, ответим. Какие-то вопросы мы можем запланировать в текущем будущем. Но по большей части, когда вы встречаетесь с населением, люди довольны, либо есть какие-то замечания конкретные? Конечно, будут замечания, потому что если полностью обеспечения инфраструктуры не будет, соответственно, замечания должны быть. А вот скажите, что входит в инфраструктуру, которую обеспечивают жители Макимат? Ну, это электроснабжение, я еще раз говорю, что электроснабжение, газификация, дорога, а также социальные объекты, культурные социальные объекты, обеспечение детских площадок. Вот, кстати, по обеспечению детских площадок, вот вы руководитель района Астана, жителям все обеспечены площадками? Ну, по детским площадкам, по спортивным площадкам на сегодняшний день есть программа, хорошая разработанная программа, ведет народное участие. Ну, это мы чуть-чуть позже, да, об этом поговорим. Вот, у меня вопрос, какие действительно вопросы решаются, то есть удается решить? По методу обеспечения детских площадок, конечно, ежегодно выделяются средства, в этом году 50 проектов по городу запланировано, из них 25 проектов по нашему району обеспечения детских площадок. Ну, там, воркауты и остальные все это. Но полностью сказать, что обеспечен по нашему району детскими площадками, еще говорить рано. По этой части мы работаем. Ну, то есть 25 площадок, это мало сейчас? Только в этом году запланировано. И прошлый год какие-то части выполнены. Ежегодно средства выделяются обеспечением вот этих частей. Конечно, на этой части участвуют депутаты города, депутаты города, и, соответственно, общественники тоже помогают. Все мы сложимся и решили этот вопрос. Вот теперь поговорим как раз о бюджет народного участия. Проект довольно много времени прошло. Расскажите, какие проекты одобрены? Бюджет народного участия на свое начало на 2020 года начался. По нашему району, на 2020 году реализовано 11 проектов. Извиняюсь, 10 проектов. Но в 2021 году мы заявку поданы, 17 заявок поданы, комиссия прошла до 13, из них реализовывался в 2021 году. Сейчас на экране, да, мы показываем. Да, в 2021 году мы реализовывали 10 проектов. В этом году мы реализовываем 11 проектов. 11 проектов. На общую сумму 143 миллиона тенге. Но это здесь надо отметить, что участие самых жильцов много влияет. И основном помогают нам депутаты и общественники. Наше дело только всю вот эту работу организовать и обеспечить им конструктивную помощь. Конструктивную помощь. Остальные части выполняются самими жильцами и общественниками. Вот этот час в основном помогает реализацию этого проекта. Первый год было, конечно, тяжело. Первый год было тяжело. Потому что люди много не понимали, что о чем идет, о какой разговор идет. И какие-то суммы. Но людям разъяснили, что это такое. Много работы проведено. И, соответственно, из-за этого на этот год реализовывается проект большую сумму. Это на 143 миллиона. За два года уже увеличилось средство, выделенное из бюджета, на три раза увеличилось. В этом году мы уже на основу делаем на следующий год. На следующий год мы разъяснение провели, но благодаря этому заявок поступило больше. 80 заявок поступило. Рассматривали комиссии. Общие комиссии рассматривали и выбрали из них 57. И голосование прошло. 51 проект. На следующий год, я думаю, что 51 проект реализуется. И это как раз основа обеспечения жильцов в жилых массивах и любого района детскими площадками. Основной вопрос. Ну, помимо газа, света, есть проблема детских площадок. А вот скажите мне, как подать заявку? Что для этого нужно? Кто это может сделать? Основной заявкой поступает к нам заявка. Но вторым образом рассматривается эта заявка комиссии. Определяем комиссию. После этого мы заявку оценку даем. Оценку даем, какие это будет. После направляем этот сбор проектных предложений. Второе – анализ поступающих предложений. Третье – голосование жильцов, самих жильцов в электронном формате. И подведение итогов голосования. После этого составление бюджетных заявок и реализация данного проекта. А вот скажите, сами жильцы активно принимают участие? Очень активно принимают. Последний год, особенно последний год. Ну, вот сегодня мы сейчас с участием Акимова области, Акимова города, были свидетелями, что в 8-м микрорайоне открыли вот такую детскую площадку. Но жильцы очень активно участие принимали. И голосование очень тоже показали свою активность. И этот, что душой болеет, действительно своим двором. Переживают, да? То есть нет безразличных людей, оказывается. Не все так плохо. Да, безразличных нету. Да, людям можно сказать спасибо. Вы принимаете проекты жителей или сами вносите какие-то предложения? Ну, мы, конечно, консультативного характера свои предложения помогаем. Основное решение принимают сами жильцы. И активное участие принимают депутаты города и общественники. Все они анализируют полностью, помощь оказывают, как решение. Но основное внимание мы уделяем, чтобы обеспечить жилых массивах, вновь созданных жилых массивах, спортивных площадок, вот эти все, которые реализуемые проекты там реализовывались. Напомню, мы работаем в прямом эфире, 222-333. Можете задать вопрос. У нас сегодня в гостях Мамаргалий Маскулович. Это Аким района, основная города Ак-Тюбе. У меня вопрос. С какими вопросами чаще всего обращаются жители микрорайонов? Ну, основной... Кроме, кроме то, что мы перечислили ранее. Ну, на сегодняшний день основные вопросы обращаются, которые городские микрорайоны, они обращаются по жилью, по жилью обеспечениям, жильем обеспечениям. И вопросы обеспечения вот этих коммунальных услуг, которые оказывают коммунальные услуги. А что касается стоянок, многие незаконно ставят автомобиль и дети негде играть. Это тоже есть вопрос. А вот как вы считаете, как лучше это решить? Мы, конечно, совместно с жильцами отрабатываем все вопросы и поступленные заявления рассматриваем совместно с всем заявителем в том же месте. А как долго вы это рассматриваете? Нет, мы этот вопрос, я думаю, что в течение недели мы ответим со соответствием закону. Никаких проблем нет на сегодняшний день. Вот в некоторых дворах не предусмотрены парковочные места, и люди действительно жалуются, что детям негде играть и даже негде построить ту же самую детскую площадку, о которой мы говорим. Есть такая проблема, но есть тоже нерешенных вопросов, есть тоже. Мы рассматриваем, но, конечно, в будущем, если такие заявления поступают, мы в будущем совместно с земельным комитетом, с земельным отделом города отрабатываем этот вопрос в дальнейшем, чтобы решить вопрос. У вас есть определенный график, по которому вы назначаете встречи с населениями? У меня нет графика, я могу в любое время принимать любого гражданина на наш город. Но в любом случае проблемы решаем. Пока, на сегодняшний день, такого проблемы пока не вижу, решается. Но есть, конечно, проблемы, и эта жизнь сама состоит из проблем. Поэтому мы постараемся этот вопрос решать. Надеемся на благополучные все решения проблем. Я благодарю вас за то, что сегодня вечером вы пришли к нам в прямой эфир, в проект «Город сегодня». Здоровья вам, терпения, ну и, конечно же, решения проблем, даже которые невозможно решить. Вы смотрели проект «Город сегодня» о городе, о проблемах, о жителях и не только. Нашу программу вы также можете смотреть в Ютьюбе. Желаю вам хорошего настроения, крепкого здоровья. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова